догорают наши установочки это отжиг пятнадцатого аркана только внутренних установок влияние внутреннего круга детства внутриутробного развития эмоциональных травм в прошлом всех внутренних вопросов и средние это на все эти прелести нацепленные разные ритуальные другие энергетические психологические налпишные и разные такие крюки воздействия ограничения а вообще инструкцию к этому всему надо смотреть предыдущих нескольких видео огонь сильный магнитный но не жестокий такой приятный просто мощь чувствуется здесь у нас догорели эмоциональные травмы здесь догорели догорают воздействия порабощения подцепления на травматический опыт других программ управления всякими обязанностями долгами мнением социум мнением окружения одобрением родителей одобрением там всяких кумовей друзей и ближнего круга которые там что-то о тебе думают а ты стараешься этому соответствовать если ты еще находишься в этой парадигме и вот это внутренние установки за которые трудно зайти я должен быть такой человек должен быть такой женщина должна быть такая моя должна быть такая мужчина должен быть такой и так И вот эти установки, они могут быть дохлые-дохлые, чужие-чужие, вибрационно вам не подходящие, ваши миссии не подходящие, вашим планам не подходящие, специально вами выбранные как преграда, которую надо преодолеть, чтобы прийти к себе, специально запланированная семья, в которую вы пришли с ненужной установкой для того, чтобы понять, что она не нужна, и преодолеть себя. Мы для этого это все выбираем. И для этого потока стремления вперед. Эмоционально сгорело, сделано. До свидания, эмоциональные травмочки, делающие нас слабыми и зависимыми по пятнадцатому аркану. Не знаю, почему меня зовет, это солнце. Ой-ой-ой. Сделано. Теперь мы запускаем просто пирамиду света и силы в пятом измерении. Просто сияние наших галактик. Высветляем и делаем все космической энергией полным чистым листом силы и могущества себя вечного, чтобы можно было написать на нем что угодно, все, что придет в голову. Перезаписать эмоции, написать эмоции силы, радости, счастья, окрыленности, любви искренней, открытости детской и всего того, что вот хочется именно вам. Я назвала свое. Так. Здесь внутренние установки, которые мы приняли, мы выбрали эти установки, мы их приняли ровно для того, чтобы потом понять, насколько они соответствуют нам, настоящим, и переписать их. Но бывает, что зашоренность, воспитание и все остальное делают такие преграды, специальные слепые пятна, для того, чтобы... Это значит, мы так придумали, что нам интереснее через преодоление к этому прийти, через чувство выученной беспомощности, через какое-то определенное состояние. Есть люди, которые доводят себя до рабства такого, ну, феноменального. Что там говорить, я сама в такое сыграла пару раз, чтобы взбрыкнуть и сообщить миру, что я не такая. И в Кришнаицком храме я так сыграла в эту жертвочку. И в нескольких еще местах специально на дно, чтобы спуститься на дно, чтобы потом оттолкнуться и быстро взлететь, понять через противоположность, кто ты, что вот это точно не ты. Вот. Поэтому мы придумываем себе такие сценарии, доводим себя до полной жопушки, и потом, иногда отталкиваясь одна, возрождаемся как фениксы в абсолютно новом. И когда смотрим на себя старого, не узнаем себя ни на фотках, ни вообще вибрационной, и кажется, что это вообще не мы, или это вообще какие-то другие наши жизни. Или сны, или параллельная жизнь. Но вот намерение у меня было именно на такую перепрошивочку. Кстати, вроде как это медленно горело воздействие, но самое глубинное, оно осталось, оно горит дальше. Здесь уже готово на выход, догорают остатки, подводные части айсберга. А с нацепленными чужими программами, психологическими, эмоциональными, энергетическими, ритуальными, то, что магии называются, воздействиями, всевозможными формулами от НЛП до каких-то там дистанционных энергетических захватов, вот это все, или подавление, или подчинение, вот это все еще горит. Оно плотненько сидит на базовых блоках, на травмах детства, родовых сценариях, родовой истории, опыте из детства, которые там, тяжелая карма у родителей, и ты из детства взял все эти сложности, видел и дал себе зарок, нет, только не так. Я не повторю вот этот опыт, я страдал, поэтому я это не повторю. Это зарок ты это повторишь. Вот это все надо просто сжечь, для того, чтобы появился чистый лист, без этой истории, и тогда на него невозможно прийти, усесться вампиром и сидеть на этом всем. Вот человек дал зарок, не повтори, значит, можно его поработить, и пусть он всю жизнь не повторяет, и сидит, я буду сидеть у него на шее. Или еще что-то в этом духе. Сжигаем, до свидания, чужие программы, здравствуй свои. Их еще предстоит написать сердцем, поверив с умом, пользуясь умом, сотрудничая с умом как с ассистентом, проводя через ум, но импульсы основные, основная сила в сердце и поверение, поверение, поверка. Да, оно не оно, истина не истина, светится не светится, это все из сердца. Мое не мое, верю не верю в это, как я говорю часто, посмотри на это как на поток. Оно тебе светится, ты веришь этому человеку, слова у него могут быть любые. Красивые, некрасивые, он может молчать, и своим молчанием тоже много. Он может играть, 90% людей играют роли, прикидываются всякими и набожными, и добрыми, и слабыми, и какими угодно, и продолжают паразитировать на вашей энергии, или вести куда-то за собой к своим целям, а не к вашим. А просто когда учу квантовому чтению, просто поток. Истина, не истина. Есть свой внутренний камертон, что для меня истина, как это выглядит, цветом, светом, ощущением в теле. И потом, опа, а вот это, как у меня внутри, как истина, как я чувствую своим полем. Мы же считываем друг друга из секунды полем. Мы чувствуем вторжение агрессора за секунды полем. Нам неприятно, мы сковываемся, когда соприкасаемся с этим человеком. И просто внутри оно звенит, это истина, или это просто пустые слова красивые, самолюбование, умничение, что угодно. Есть за этим уговорящего поток? Он себя транслирует. Возвращаясь к тому же Норбекову, у нас было правило, никогда не говори чужой опыт, если ты его не пережил. Ты можешь так слиться с этим опытом, что прям своей гормональной системой пропотеть и пережить. Если ты не пережил, но лучше всего вообще чужой опыт не транслировать, а транслировать свой, то, что ты прожил. И у меня это осталось во всех моих личных консультациях и занятиях. Я говорю только то, что сама пережила. Почему? Потому что слушающий имеет свою структуру энергетическую, которая за секунду высчитывает вот это истина, это или не истина. Он мне верит или не верит. То, что у него может превалировать ум, может купиться на какую-то фигню говорящего, это все тоже есть. Но внутреннюю часть его я не обману. Он подсознательно, как животное, будет понимать, я агрессивна или нет, верить мне или нет, я вру или нет, я манипулятор или нет. Я пытаюсь каким-то образом отобрать у него силу или наделить ею. Для чего я взаимодействую? Мы все манипулируем. Манипуляция – это действие, переводится. Но просто причина взаимодействия, насколько оно экологичное и соразмеренное, насколько оно паритетно. И получается, что вот это вот считывание, особенно когда зал большой, люди понимают, что ты врешь. Но как, они не умом, некоторые умом понимают, остальные просто пропускают мимо ушей и не втекают в эту информацию, потому что она фоновая идет, потому что ее фильтры откинули как ложь. А поэтому говоришь только о себе и только правду, и только свой опыт. Вот только что у меня занятие было о силе слове и правде в том числе. И вот это заходит туда, в анахату и в самую сердцевину. Хотите, в ДНК, в ауру ДНК, на все носители информации, в вас вечного втекает поток истины. Вот это я и учу различать, это истина или нет, потому что маску человек оденет любую. А болванить, затуманить бошку можно и ритуалами. Ритуалами, уже сколько я вижу жертв таких ритуалов, сама бы не поверила, но блин, я же это вижу. Это работает, это тоже инструмент, как выяснилось. Несмотря на мое неверие, оно работает и продолжает работать, потому что человек, на которого воздействует, каким-то образом отказался от своей силы и от своего могущества, божественности и окрыленности. Получается, что он не позволил себе это даже. Решил, что не потянет, не его, слишком много энергии потрачу на свою божественность. На самом деле, все это отговорки, на самом деле, ваша божественность, она такая же легкая и воздушная, как и ваша слабость, походу. Это одно и то же с разных сторон. Короче говоря, в чем прикол? О, солнышко опять появилось. И опять очень ярко. Прикол в том, что слова могут быть разные. Я обычно даже тексты даю читать разные, чтобы человек встекал в каждое слово, как в поток и понимал. Он попадает в коридоры, в туннели, в какие-то пространства, в целые миры. Или он попадает в тупики, в двери, бьется головой по кирпичи. Или в какие-то непонятные вещи, до тошноты попадает. Ну, то есть, что это просто слова, слепленные по типу подлежащие, сказуемо, как робот бы слепил. Без опыта говорящего, без того, что человек ведет тебя действительно через пространство и время в своей реальности. А просто синтезация чужих слов. Просто как попугай. Кстати, попугай, когда говорит, вы же туда не попадете, он просто произносит слова. А когда человек говорит, он может вас провести в другие реальности. И таких людей называют хорошими рассказчиками. А они на самом деле говорят из анахаты. Они говорят образами и импульсами. Эти импульсы считываются раньше. Вы, наверное, это замечали, что такие люди, когда говорят, они еще не успели сказать, и вы это перед глазами уже видите. Они ведут вас, как потоки сквозь миры. Портальные такие мастера. И поэтому сила слова самая важная. А вот воздействия продолжают гореть. Ну, не фокус, а. Медленнее всего горело. Вроде бы. Так. Здесь очищено. Я уже вся в воске. Сделано. Танцующая пирамида. Сейчас она подостынет и прилепится. Ну, ладно, будет чуть-чуть позже фиксироваться, потому что слишком горячо. А третья ждет своего часа. Остывает. Здесь тоже поднимается кристальный поток. Внутренних детских, там, внутриутробных убеждений. Перезаписываем кристально. И, кстати, все это в абсолютах нарцисса. Самоопределение самости. Здорового эгоцентризма. Любви к себе. Все три свечи были соединены с моей решеткой эфирным маслом абсолютом нарцисса. Я, кстати, тоже в Астаре. И в Липе. Астара это тоже нарцисс. Ну, и плюс возрождение. Очень символичненько. И свеженько. Вот так вот на базовые штуки цепляются воздействия. Я не думала, что она будет гореть так долго. Но и она вся в чертополохе. Света здесь будет немерено. Пусть выгорает. Я сяду подальше. О чем-то я тараторила и уже вылетела. Я помолчу, потому что мне еще три расклада. Можно вспоминать всех людей, с которыми мы взаимодействовали. Родителей, партнеров, учителей, воспитателей, бабушек, дедушек. Их программные установки. Ну, и тех, с кем враждовали, наверное. С кем постоянно в противодействие вступали. Если знаете про какие-то воздействия от НЛП до ритуальных, кто-то пытался насильно с вами сыграть, ну, по вашей же воле, сыграть в игру подавления, сжигайте в этом огне. Инструкция в предыдущих видео. Здесь могут быть и воздействия родового порядка. То есть по материнской и отцовской линии тоже были люди, отдававшие свободу выбора на волю другим людям. Всякие ритуальные воздействия. В Средневековье только дурак им не баловался. В многомерности мы все этим занимались. Имеем этот опыт таким образом продавливания пространства. И наш у каждого род несет эти следы. У кого-то просто ярче, у кого-то более вычищено уже к этому времени. И вот пусть это родовое, то, что называют проклятиями, сценариями и повторяющиеся паттерны, то, что называют приворотами, там всевозможными вот этими ритуальными штуками, которые, которыми люди пытались достичь искомого, продавить таким образом пространство. Пусть это отжигается, потому что пошло в потоке, что это уже не со смотрящего идет, а это идет полочка, на которую прицепилась и к смотрящему. То есть базовая энергия группы душ, в которую он пришел тоже сыграть в эту игру, на потоке которого вот этого опыта рода он построил свой опыт взаимодействия со своими агрессорами. То есть притянул к себе какое-нибудь такое воздействие. если бытовым языком или попроще как-то объяснить. А я вся в море неожиданно долго оно горит, честно. Я уже должна 10 минут расклад делать. а оно как будто и не собирается выгорать. Пусть будет. можно знать об этом, можно не знать. если внутренне сейчас дать импульс, если есть такие истории в моей многомерной истории в моем и имеет на нынешнюю мою жизнь влияние, если есть это незаметно, ну, мной неосознаваемо, но есть в моем поле, есть в истории моего рода, есть в моих ситуациях, в моих выборах, в моем теле, в носителях информации, в клетках, съедетом, выпитом, в местах, которые я посещал, в вещах, которые я ношу или в предметах. Пусть это все сгорает вот в этом огне. Вся информация чужеродная. Да, я дал на это согласие когда-то незримое, подсознательное дал, хотел сыграть в эту игру. Вот сейчас я это отменяю. Я возвращаю себе свободу выбора и свободу воли, свое солнечное сплетение, сияющее тысячами солнца. Я возвращаю себе свою сердцевинную линию, свой свет, свою силу. В каждой клетке силу, в каждой мышце, в каждом движении, в себе, как в основе. У меня ноги становятся чугунными, свинцовыми от силы. Я могу продавить планету до ядра, прям провалиться. Я сильная и могущественная, непривязанная связанными ножками и ручками куколка, там, вольт, не знаю, что со спутанными волосами и моей кровью. То, что я видела, делаю это. А мощный поток магнитно-гравитационной энергии, великая сущность, как и все здесь на планете, пришедшая проходить свой опыт. Я востребую свою энергию обратно. Я становлюсь собой, настоящим истинным. Я становлюсь собой потоком, потоком силы и могущества. К этому потоку ни одна программа не прицепится, если вы сами ее к себе не прицепите. муха-камикадзе. Субтитры создавал DimaTorzok